В переселение душ сложно поверить, особенно если человек воспитывался в советский период, когда мало кто интересовался потусторонними силами и загробной жизнью. Но, например, во время Второй мировой войны людям приходилось сталкиваться с такими чудесами, что они невольно начинали верить в существование добрых духов, которые помогали им спасти их жизни. Герой этой истории тоже не смог по-научному объяснить свое спасение. Случившаяся с ним история так и осталась для него загадкой. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, один молодой лейтенант попал в плен. Его, как и других его товарищей, отправили в лагерь, расположенный на границе фронта. Там они должны были содержаться вплоть до распределения на тяжелые работы в другие районы Германии. Немцы огородили эту территорию недавно и еще не успели хорошенько позаботиться об охране заключенных. Лейтенант это заметил и решил подготовить побег. В одном месте вдоль забора территория плохо освещалась. Прожектор был недавно установлен, но почему-то еще не подключен. Пленным нужно было лишь дождаться темноты и суметь преодолеть колючую проволоку. Разработав план, лейтенант рассказал о нем самым надежным товарищам и стал ждать удобного случая. Однажды ночью во время сильного дождя трое мужчин аккуратно выломали несколько досок внутри барака. Опытные военные ползком добрались до неосвещенного забора, а затем, обернув курткой нижний ярус колючей проволоки, покинули пределы лагеря. Не поднимаясь с земли, мужчины отползли от лагеря на безопасное расстояние. И только через полчаса они решили подняться и, наконец, побежать. Бежали долго, пока дыхание совсем не сбилось. Вокруг был густой лес и непроглядная тьма. Внезапно мужчины почувствовали, что рядом с ними есть кто-то еще. И это был явно не человек. Лейтенант заметил за деревьями две светящиеся точки. К этому времени глаза уже начали привыкать к темноте, и мужчина различил силуэт волка. Его друзья нащупали на земле палки и приготовились отразить нападение хищника. Но волк не спешил нападать. Он неожиданно повернулся и пошел по тропинке вглубь леса. Затем зверь остановился и посмотрел на людей. Он словно приглашал их идти за ним. Терять военным было нечего, и они решили последовать за зверем. Мужчины осторожно пошли за волком. Примерно через час пленные набрели на полуразрушенный бревенчатый дом. Волк еще раз посмотрел на людей и побежал обратно в лес. Внутри избы мужчины нашли несколько проржавевших капканов и отстреленных гильз. Похоже, что избу когда-то использовали немецкие охотники. Один из бойцов стал искать погреб в надежде обнаружить что-то съедобное. Вскоре из подвала он достал несколько банок просроченных консервов, открывавшихся при помощи встроенного ключа. Выбирать не приходилось, и пленники с жадностью набросились на мясо. К счастью, с едой за годы хранения ничего не случилось, и военные пообедали без последствий. Двое из них легли спать, а лейтенант вызвался пойти дозорным, на случай, если немцы бросятся в погоню. Когда он почувствовал, что уже засыпает от усталости, его сменил другой боец. Утром, когда рассвело, мужчины вышли из дома и огляделись. Вокруг никого не было, в том числе и волка. Как будто зверь выполнил свою миссию и забыл о людях. Мужчинам удалось обнаружить неподалеку еще не совсем заросшую тропинку. Аккуратно пробирая сквозь заросли, военные вышли на нормальную дорогу. Она привела их к линии фронта, где пленники смогли отыскать партизан и после тщательной проверки присоединились к борьбе против захватчиков. Лейтенант предупредил своих товарищей, что о встрече с волком им лучше никому не рассказывать. Могли поднять насмех или посчитать за сумасшедших. Лишь между собой в полголоса они часто спорили, что же это был за хищник. Может это был дух погибшего солдата, который помогал своим землякам бежать из плена? Или немцы когда-то обидели этого волка, и он решил помочь их врагам? Однозначного ответа озадаченные мужчины так и не нашли. Друзья, если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok